так ну вот уважаемые попробуем связать еще один тип подобной мухи только свяжу я ее уже как бы сказать вот как бы я хотел это дело видеть тоже в принципе никаких шибко больших отклонений от нормы но обычно допустим у нас я предпочитаю обыкновенный вот такой вот медного цвета шарик вот такой вот простой побольшего размера видим что так как я говорю что у меня крючков с напайками нету как мормышек то в наших краях я будут связа будут так вот обыкновенный шарик подходящего номер 4 миллиметра для такого вида крючка вот такой вот подходящий цвет как ребята показывали что у них там а веснянки вот такого цвета как раз вот они считают что вот такой цвет у них более ловчий берем монтажную нить тоже подобранную примерно под такой же цвет вот и вяжем мушку закрепляем таким же образом монтажную нить дальше мы берем нитку из которой мы будем формировать скажем так ее тело как вам и говорил вот такого же цвета да похоже на монтажную нить да и на цвет допинга который мы будем использовать до закрепляем ее в основании шарика и формируем само тело мухи ниточка это пожиже также вы точках мне придется делать побольше чтобы сформировать тело мушки так как 10 шарик конечно побольше во диаметра да то соответственно и конусность я буду делать пожирнее самому куда то есть у нас все таки рыба рыбы побольше на дальнем востоке она пожирнее от это говорю как бы я связал для своих речек подобную мушку да то бы как бы мушка сделал бы пожирнее продолжаем наше дальнейшее формирование вот и сформировали тело мухи вот обрезаем лезвием прогоняем нитку для укрепления по несколько раз вот такая вот более жирная более большая конусность этой мухи и соответственно сейчас мы будем делать хвостик вот хвостик я сделаю уже из обыкновенного домашнего петуха ведь он там наш огонь прям аж как же ужар птицы перья люблю я применять вот такое вот качественная твердая гости да что она не согнется ничего на постоянно на течение торчит как бы сказать очень хорошо себя ведет сделали такую щепотку и сейчас из него мы сделаем хвостик данной мушки лишнее обрезаем даже лезвие его для такие прочные гости у домашнего петуха расскажу больше всего это домашний петух хорошо смотрится чугунном чугунки и в русской печки очень очень вкусно всем рекомендую дальше мы как бы поднимаем этот хвостик и делаем пару оборотов под него до чтобы он как бы торчал ведь вот он как под него сделаны пару витков мы видим как он пышный такой четкий как бы его нет он всегда в таком положении стоит вот из этих ости в хвост такой качественный получается вот обычно у нас применяется какой-нибудь элемент для дальнейшего как бы сказать и крепление усилением мухи и для привлекания как бы рыбы хариуса берется обыкновенно такого золотистого цвета проволока продается она во всех галантерийных магазинах особенно вот это вот вся китайская подобная шляпа видите все вот это можно купить за по сути дела минимальные денежки закрепляем эту проволочку и видите и также мы закрепляем перу тоже уже подходящего такого вот цвета да и перу мы уже обрезать не будем то есть видите гости у меня уже здесь маленькой длины все уже подобрано перу как нужно соответственно обрезать моего не будем как это сделано на фотографии потому что горюто муху как бы я связал ее для своих речек и все это закрепляем все и соответственно мы теперь берем допинг а вот допинг допустим можно сделать и двойную допинговую нить ну давайте я вам покажу для разнообразия чтобы муха была по пушистее по ворсистей вводим соответственно берем такого цвета клевого кстати между прочим на наших горных реках на дальнем востоке вот такой цвет телесного цвета очень хорошо работает в этом году с другом то ли рыбачили на мушки кстати видео я не снимал как всегда и я скажу даже в некоторых местах он даже и сиреневый цвет такой такой натуральный цвет ленок и крупный ленок и харусь предпочитал даже больше чем сиреневый цвет то есть это очень хороший цвет между прочим вот такой вот очень хорошо работают и не только на алтая дальше мы это все скручиваем соответственно такая допинговая нить более прочная и чтобы вот это тот допинг сам бы как бы сказать пух этот мех выщипался быстрее короче умрет муха другим способом оборвется или еще что-то чем она вот именно выщиплется лишнее мы с вами просто-напросто убираем уважаемая дальше скручиваем видите она какая пушистая как бабушки наши раньше вот у меня бабушка вязала были овцы у нас она их расчесывала стригла и потом вот таким вот примерно образом с помощью определенных такое колесо инструмента да она делала из этой пряжи делала нитки шерстяные и вязала из них носки все это я помню из своего детства уважаемые и теперь вот смотрите вот начинаем вот такой вот даппинговой нитью мы виток и точку начинаем его обворачивать вокруг этого тела который мы сформировали видите все как вот она вот так вот уважаемые получается так думаю что камеры пишут с достаточно достойным качеством и мы тут пропадет не зря так чего-то что-то мне тут чуть чуть не нравится образовалась маленькая пустота по профилю сейчас мы тут поплотней сделаем плетение тупитку тупитку ну и под самую головку мы уже тут не будем делать потому что нам тут нужно чтобы еще и заключительный финальный узел связать чтобы не было самого всего этого нам нагромождение нитей закрепляем и обрезаем вот что осталось от наших допинговой нитки это конечно как мусор мы выкидываем что материал у меня самодельный халявный лишнее мы можем вычесать обрезать постричь кому как угодно это творчество вот и теперь мы проходим первые витки вот это вот золотистой проволокой с определенным шагом с каким нам душе будет угодно уважаемых понимаете вот я вот для себя допустим убрал такой вот шаг знаю сто процентов это будет угловистая мушка для наших рек это сто процентов я вам отвечаю вот это вот от этого я сразу же ее с как бы сказать за чё сам с расчетом для наших дальновосточных условий делаем лезвия конечно проволоку не обрежет ну ножницы с этим справиться легко и теперь можно лишние конечно лохматости выходящие из ряда вон обрезать вот чуть-чуть и теперь мы основное перо перевиваем эту мушку основным пером точно точно по этому же месту как мы проходили вот это вот металлизированной золотой проволокой вот как закрепляем перу и обрезаем вот вот такая вот получается муха только обстригать и обрезать я ее не буду так затупилась у меня лезвия и теперь мы вяжем просто финальный узел загибаем проволочку вдоль и вяжем финальный уважаемый узел вот так выглядит муха такого телесного красивого цвета затягивая очень прочно нажимаете на пальце какая-то осталось как тяну то есть видите не просто так как тяну достаточно сильного даже на пальце остается след теперь надо обрезаем вот уважаемый получилось вот такая муха на мой рад на мой лад на мой стиль как она мне более скажем так нравится подать для более наших таких дальневосточных условий по этому же по этой же технологии поэтому же типажу как вот мне прислали фотографии ребята с алтая вот ух уважаемое творчество такое дело засасывает вот давайте рассмотрим еще один из вариантов тоже берется вот такой вот шарик это неважно не про шарики сейчас разговор сейчас мы смотрим как одни из вариантов можно связать эту мушку тоже делаем при не закрепляем монтажную нить и сейчас наверное как бы сказать уважаемое попробуем попробуем как вам сказать связать ее безо всякого допинга а вот с помощью этой же грубо говоря и нитей который мы формируем тела она же будет и тело то есть как это будет выглядеть я почему-то решил что вам будет это интересно вот ну и уже это же перу подберем подберем такого как бы сказать нужного сегмента что видите гости будут небольшие стричь нам его не нужно будет вот отводим монтажную нить сразу же все по и вернее эту нить которую мы будем формировать тело до самого этого конца видите как 10 сделано прямо от самого самого изгиба и будем отсюда начинать вязать то есть видите делаем первое витки дальше мы нашу ниточку закрепляем вот видите как это выглядит уважаемые и берем ось я из такого же пера гризли как я вам показывал уже берем ось я и делаем так называемый хвостик данный данной мушки хупой ла 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 лэй взял его тут пожирнее чем на той мухи на которой это показано на фотографии но тем не менее зато на 5 вот они принципиально не думаю что это будет влиять на клев рыбы честно скажу я много раз смотрел как клюет рыба я видел что хариус мутью поднимают не только мухи он часто хватает уважаемая мусор при том что он его очень быстро выплевывает и вот в этом вот моменте что он его быстро выплевывает да и есть определенное понимание вот этого как бы сказать момента да что оказывается хватает этот хариус если так сказать все сподряд то есть он в каком не там не но то мое личное мнение уважаемые мне так кажется что хватает он все сподряд и не понимает что куда чего и происходит то и хватает хариус все что угодно так теперь мы берем закрепляем наше перу не отводим нитку вправо положение вот так это все уважаемая выглядит и теперь с помощью этой же распущенной шерстяной нитки мы и начнем формировать все наше хозяйство начинаем делать эту конусность видим что так она даже и удобней и нитка более гладкая да не форме не ворсится но такому как это я говорю связать эту муху тысячу и один способ это в этот вопрос более творческих сейчас мы это все будем заполнять нитка у нас шерстяная стоит недорого три рубля мешок все это как бы не имеет какого-то определенного момента уложили как уложили у кого какие руки обрезаем видим что сформировалась у нас вот такой вот равномерное уважаемое тело видите ничем не хуже чем с даппингом и будет лови точно так же но зато все это как бы более проще лишний ворс мы убираем подстригаем и сейчас вот я вот как раз вот и хотел вам показать как вот она эта муха пропитывается лаком берется лак в данном случае я использую вот такой прозрачный неплохой лак мне нравится вот лаком пропитывать я мухи не люблю что они вонючие ну конечно такая муха она будет более износостойкой но практика показывает что мухи умирают быстрее не из-за того что они изнашиваются до умирает они быстрее от другого вот и теперь когда это все под засохнет можем лишние эти ворсинки тоже все убрать для эстетичности видите вот она вся нам мокрая такая пропитала пропитываться лаком подсохнет час и дальше это можно будет сделать на несколько слоев и чем больше по высыхание мы будем делать слоев вот запомните как она сейчас выглядит да то она потом этот слой на слой будет наращиваться и получится она как будто как вообще в коконе как как в эпоксидке как в стекле залито и после этого мы уже можем как бы сказать нам отдать грубо говоря первых ну мы этого делать долго ждать не будем мы возьмем и теперь мы начинаем наматывать пока на еще не совсем все застыла с определенным шагом мы начинаем это все наматывать вот видите пюрышка получилось вот такое шаг у меня достаточно мелкий в отличие от оригинала но в оригинале там шаг вообще как бы большой сделан да ну давайте посмотрим намотаем по-другому как в оригинале там вот видно экономия она переберу было там вообще вот какой-то вот такой вот очень большой сделан шаг раз два три раз два три четыре ну четыре с половиной здесь у меня прям три выходит сделан четыре с половиной витка раз два три ну как раз выйдет четыре с половиной витка как как в оригинале вот только вот уже перо под подобрана таким образом что обрезать уже ничего практически не надо гости вот такие прям сразу маленькие уважаемые видите все зависит от высоты пера хотите больше хотите меньше у кого какие есть наличие у кого допустим нету таких скальпов дорогих это можно сделать вот и из простого пера петуха там и на видео тоже есть вернее на фотографии берется такое же простое пера петуха наматывается потом просто это все подстригается и все и таким образом мы как бы избегая больших затрат на приобретение седел скальпов которые стоят очень-очень-очень много бабулетов протягиваем что он видим отметина на пальца и обрезаем вот так же теперь это еще и чтобы для усиления можно еще и пропитать на несколько раз как я вам не говорю на видео там видно что она прям блестит говорит о том что мушка была пропитана на несколько раз прям как бы до зеркального вот этого состояния усиленная тут не буду переусердствовать и не буду выжидать когда это все высохнет потому что это видео все вот ну как бы сказать уважаемая все это будет растягиваться вы сами понимаете да все это дело вот вот еще как бы один из вариантов если хотите достичь такого же эффекта то в принципе можно это все тело я уже не буду уже вязать в третьем верни в четвертый раз можно все это тело обмотать вот такой вот пленкой видите она вот так вот обматываться вокруг крючка да и тоже даст как бы такой вот эффект блеска да как будто как пропитана вот лаком в принципе нужно его связать ну вот уважаемые всем кому понравилось ставьте палец вверх подписывайтесь на мой канал делитесь этим видео с друзьями уважаемые до свидания до новых встреч а